Владельцы участка на улице Богдана Хмельницкого готовы построить новый дом спорта вместо снесенного. Планы озвучили на заседании президиума Градостроительного совета города. Правда, предполагаемая площадь нового сооружения в пять раз меньше прежней. Как сохранить памятники архитектуры в Сибири и в будущем избежать конфликтов жителей и застройщиков, обсуждали сегодня на межрегиональной конференции в Новосибирске. Кирилл Полиенко расскажет подробнее. Более сотни зданий Новосибирска входят в реестр объектов культурного наследия. Похожий статус, но разные судьбы. За административные здания, музеи, театры, культурные учреждения эксперты не беспокоятся. Самая сложная ситуация с многоквартирными жилыми домами. Их содержание обходится дороже, а для ремонта нужны многочисленные согласования. Но допустить их разрушение нельзя. Мы работаем по линии того, чтобы эти объекты в свое время при формировании региональной программы капитального ремонта, скажем, процент износа был признан более 70 по этим объектам, чтобы все-таки они были включены в региональную программу капитального ремонта. В Новосибирске сейчас пытаются увековечить все оставшиеся памятники, хотя бы в электронном виде. 3D-копии позволяют разглядеть мельчайшие детали, чтобы их восстановили в первоначальном виде. Чтобы сохранять памятники культуры, надо их знать. Надо понимать, что это такое. Не просто объект в целом, но и его элементы. Это очень важно для архитектуры. Любое вмешательство в авторский стиль может испортить все впечатление от памятника архитектуры. Один из примеров – сталинские дома на улице Станиславского. При ремонте подрядчик почему-то решил добавить ярких красок. Теперь придется переделывать и возвращать прежний цвет фасада. Сами жители тоже часто пытаются осовременить старые здания. Мы сейчас смотрели очень много зданий, в том числе и в области, и всюду стеклопакеты в памятниках архитектуры. На конференции обсудили и застройку улицы Богдана Хмельницкого. Московские эксперты считают, что проведение публичных конкурсов, проектов на застройку территорий поможет избежать подобных конфликтов. Все это происходит публично, поэтому не может возникнуть конфликтной, сложной или неоднозначной ситуации в финале, когда мы с вами имеем уже проект. Потому что, по сути, этот проект готовится по тому заданию, который является компромиссом между всеми сторонами этого процесса еще до стадии проектирования. Конкурсы проектов помогают придать городу особый стиль. Без соревнований архитекторов многие нынешние символы Новосибирска могли и не появиться. Кирилл Полиенко, Константин Стримаусов. Новости здесь, Новосибирск.